МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Новый этап избирательной кампании. В Беларуси на этой неделе началась регистрация кандидатов депутата парламента. Не только транспортный, а еще и экологический вопрос. Открытие движения по мосту через СОЖ менее чем через месяц снимет сразу несколько проблем. Лучше предотвратить, чем справляться с последствиями. В регионе началась вакцинация против гриппа. Спорт как наука. Ученые-тренеры должны работать сообща, уверен гость нашего воскресного интервью. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. В Беларуси проходит очередной этап парламентской кампании. Регистрация кандидатов в депутаты. Она продлится до 17 октября. Предварительная статистика выдвиженцев по Гомельской области следующая. На регистрацию подано 84 заявки. 55% кандидатов выдвинули политические партии. 29% заявили о себе путем сбора подписей. 16% выступают от трудовых коллективов. Женщин среди кандидатов примерно 21%. Около 5% кандидатов в возрасте до 30 лет. Среди политических партий наибольшую активность проявили Либерально-демократическая, Объединенная гражданская и Партия труда и справедливости. До 17-го числа включительно будет производиться регистрация кандидатов в депутаты путем проверки документов, поданных комиссиям в окружную, и уносить соответствующее решение комиссиями на регистрации. Пока никаких нарушений не выявлено, в процессе будет понятно. Напомним, выборы в палату представителей назначены на 17 ноября. Менее чем через месяц, 7 ноября, планируется открыть движение по мосту через реку Сож на трассе М8Е95, граница Российской Федерации, Витебск, Гомель, граница Украины. Гомельчане знают этот участок как объездную дорогу. Причем этого события ждут не только автомобилисты. Изменение транспортных потоков позволит разгрузить областной центр, улучшить экологическую ситуацию и провести в Гомеле ремонт дорог, поврежденных крупногабаритным грузовым транспортом. Детали изучили наши корреспонденты. На строительстве нового моста через реку Сож ситуация изменяется каждый день. Еще неделю назад дорожники возили сюда песок для прокладки подъездных пусей, а сегодня уже начинают укладку грунтового покрытия. О масштабах говорят цифры. Только для создания насыпи было перевезено почти 100 тысяч кубометров песка. Активные работы продолжаются и на самом мосту. Однако самое сложное уже позади. Самая сложная часть, ну тут в принципе все самое сложное. Это и вылезти из земли, то есть возвести опоры, фундамент сделать. Также это и сборка металлического предостроения, его надвижка. Очень сложно, то есть. И самый сложный процесс это опускание на опорной части, то есть этого всего моста. Длина нового моста около 550 метров. Общая площадь почти 6900 квадратных метров. Для строительства потребовалось 2700 тонн металлических конструкций. Исходя из расчетов специалистов, он должен прослужить не менее 100 лет. Открытие моста для движения транспорта запланировано на 7 ноября. Правда, все будет зависеть от обязательных проведенных испытаний. Испытание будет происходить таким образом. На мост будут загоняться автомобильный масс, 20-тонные, груженные грунтом и устанавливаться на проезжей части. Научно-исследовательский институт Белдурни установит датчики и будет смотреть реакцию моста на определенную нагрузку в различных пролетах. В РУП «Гомель Автодор» обращают внимание. Речь идет именно об открытии движения на новом мосту, а не сдаче всего объекта. По проекту, который сейчас проходит экспертизу, необходимо будет разрушить старый мост и на его месте в 2021 году построить новую, более надежную конструкцию. В связи с тем, что рядом находятся дачные кооперативы, вариант с отведением русла реки и взрывом пролетов здесь не пригоден. Взорвут только те части, которые находятся над землей. Остальное разберет специальный кран грузоподъемностью 300 тонн. Автомобильный кран переедет на мост, он будет стоять не на мосту, а под мостом. Будут устроены два островка в русле, на котором будет стоять кран. И он попеременно начнет разбирать методом обратной сборки, разбирать блоки. По одному блоку будет снимать в каждую сторону. Один блок весит порядка 50 тонн. После разборки блоков руслового пролета остальные опоры будут взорваны. Между тем, открытие нового моста сегодня ждут не только владельцы транспортных средств. Перераспределение потоков после закрытия движения на областной дороге не самым лучшим образом сказалось на экологической ситуации в Гомеле. Резко возросшее на городских дорогах количество большегрузных машин автоматически увеличило выбросы в атмосферу не самых полезных для здоровья веществ. Сегодня в городе Гомеле в Гомельском районе выбрасывается около 40 тысяч тонн загрязняющих веществ от автотранспорта. И если сделать разложить их на Гомель и Гомельский район, то это порядка будет 35 и 5 тысяч. И поэтому мы понимаем, чем больше транспорта пойдет, минуя город Гомель, и, соответственно, в связи с этим меньше загрязняющих веществ выбросится на территорию города Гомеля. Поэтому эта транспортная развязка напрямую связана с загрязнением города Гомеля выбросами от автотранспорта. Еще одна проблема, которая возникла после увеличения потока грузового транспорта через Гомель, касается состояния дорог. В первую очередь на участках, которые использовались для проезда по городу. Несмотря на то, что дорожники периодически проводят здесь ремонтные работы, ситуация остается непростой. То, что фуры идут через город, это ненормально. Ну, это ненормально для водителей. Дороги разбиты. А если придет сейчас осень вот настала, они что же, асфальт мокрый, они больше разбиются. Ездить стало более так трудновато. Так называемая колейность безопасности движения явно не способствует. Как бы ни старались конструкторы легкового автотранспорта, но создать подвеску автомобиля, которая позволила бы без проблем двигаться легковушки в колее, практически невозможно. Вероятность сломать что-то в машине, а то и попасть в аварию в таких условиях вовсе не исключение. После открытия движения по новому мосту ситуацию начнут исправлять. Большой грузный транспорт разрушил часть улиц, дорог и города. В составе проекта мы их будем восстанавливать. Мы уже приступили к восстановлению, но основную часть выполним в следующем году. С силами подрядчиков и Гомеля-Автодора. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Закрепление молодых специалистов, начисление пенсии и благоустройство населенных пунктов. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию и прием граждан в Брагине. За несколько часов поступило около 20 обращений от жителей разных регионов области. Светлана Ермоленко из деревни Кавака обратилась с предложением пересмотреть систему начисления льгот жителям загрязненных территорий. По ее мнению, перечень нуждающихся в поддержке необходимо расширить, включить ряд профессий сельского хозяйства, сферы здравоохранения и других отраслей. Это может стать стимулом для молодых специалистов оставаться в глубинке после отработки. По постановлению 1842, там предусмотрен контракт на 5 лет и выплаты от 200 базовых величин. Вот в чем состоит и вопрос, что не все профессии включены в это постановление для этой выплаты. Но люди приезжают в одну и ту же зону, то есть 15 кюрий и выше, или 10-15 кюрий. Отдел образования подходит, ЦРБ подходит, а вот именно что остались такие неучченные организации, как лесхоз, как строительные организации, как мелиорация, даже и сельское хозяйство, и те не все профессии были. Часть мы этих вопросов уже решили с правительством, появились дополнения стимулирующие, которые нужны для закрепления молодых специалистов. Оно было дополнено буквально в июне, но сегодня еще раз мы будем возвращаться к этой тематике, потому что есть ряд еще других специалистов, которые сегодня медицинские работники. Это работники, которые все равно задействованы на земле, они задействованы вне сельского хозяйства, но они нужны сегодня в чернобырских районах и сюда нужно привлекать молодых специалистов. В топе обращений также по-прежнему земельные споры, ремонт дорог. Некоторых волновали вопросы патриотического воспитания и сохранения памяти героев Великой Отечественной. Все обращения взяты на контроль. Никто не забыт. В день 76-й годовщины освобождения Добруш присоединился к патриотической акции во славу общей победы. Во время митинга на мемориальном комплексе земля, собранная в 40 местах захоронений, помещена в общую капсулу. Память воинов, отдавших жизни за освобождение страны, почтили минутой молчания. Во время войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли более 10 тысяч местных уроженцев. На территории района похоронено около 2,5 тысяч советских воинов и мирных жителей. Напомним, акция пройдет по всей стране, а завершит свое шествие в день празднования 75-летия Победы. Капсулы со всех регионов поместят в крипту храма-памятника в честь всех святых в столице. Эта неделя в регионе была посвящена наступающему Дню Матери. Одним из мероприятий в его честь стала закладка Аллеи Матери в Гомеле. Создание символической ландшафтной зоны – инициатива областной организации Белорусского союза женщин. Мини-парк из 50 кленов разместился на Аллее семейных деревьев по улице Каменщикова. Первые деревья посадили представители областного союза женщин во главе с председателем организации Еленой Кличковской, сотрудники администрации Центрального района города «Молодежь». Одно из деревьев посажено в честь многолетнего лидера женской общественности региона Галины Пашет, которая не стала минувшей весной. По воспоминаниям коллег она умела объединить вокруг себя таких же, как сама, сильных и незаурядных женщин. Всегда поддерживала и помогала тем, кто особенно остро нуждался во внимании. В Гомельской епархии назначен векарный епископ с титулом «Светлогорский». Посвящение архимандрита Амбросия прошло в Москве. Его возглавлял патриарх московский в Сеаруси Кирилл. 10 октября владыка Амбросий служил свою первую литургию в новом статусе. Поздравить нового векария епархии пришли десятки верующих и представителей духовенства. Литургия была посвящена памяти апостола Аристарха. В этот день верующие вспоминают архиепископа Гомельского и Жлобинского Аристарха. 22 года своей жизни владыка посвятил духовному служению на Гомельщине. В 2012 году он был похоронен на территории Никольского монастыря. В Гомельской области началась вакцинация населения против гриппа. Как планируется, этой услугой сможет воспользоваться не менее 40% жителей региона, что позволит избежать эпидемической ситуации. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует обязательную вакцинацию пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с определенными проблемами со здоровьем. Эти группы наиболее подвержены риску развития тяжелых осложнений гриппа. Также вакцинироваться должны медицинские работники. Как для своей защиты, так и для снижения риска инфицирования уязвимых к вирусу пациентов. Вакцинация на Гомельщине будет продолжаться до конца следующего месяца. В этом году она будет проводиться тремя вакцинами – российского, французского и нидерландского производства. Медики убеждены, именно благодаря вакцинации в последние годы в регионе регистрируются низкие уровни заболеваемости. Используются вакцины производства России, гриппол. Эти вакцины будут использованы для иммунизации детей, школьников, медицинских работников, контингентов риска. Для платной иммунизации будут доступны вакцины «Инфлювак», «Ваксигрип», а также «Гриппол плюс» – производство России. Как ожидается, часть населения будет привита за счет республиканского бюджета, часть – местного. Кроме того, вакцину для своих работников будут приобретать предприятия. Согласно последним данным, только в Гомеле заявки подали более 500 предприятий. Безусловный лидер – акционерное общество «Гомельстекло», где решили привить свыше 90% работающих. 40% работников получат бесплатную вакцину на фабрике «Спартак». Эта цифра, кстати, контрольная. При таком уровне вакцинации можно избежать эпидемии и, как следствие, значительных финансовых потерь из-за временной нетрудоспособности работников. Как только поступит на склады, предприятие выкупит и объявит рабочим, которые могут приходить и проходить вакцинацию. Некоторые уже спрашивают, когда. То есть, это осталось считанные дни, когда вакцина поступит на предприятие и медпункт начнет вакцинацию. Кстати, вакцины российского производства стоят около 10 рублей за упаковку. Нидерландская и французская – более дорогие. По словам медиков, если сделать прививку до конца ноября, это позволит получить иммунитет во время пика заболеваемости. Если судить по последнему эпидемическому сезону, риск получить диагноз «острое респираторное заболевание или грипп» у непривитых людей выше в 7 раз. По прогнозу Центра по контролю за гриппом республиканского, подъем заболеваемости ожидается в обычное время, конец января, начало февраля. На сегодняшний день уже начнет иммунизация, получены вакцины, как за счет бюджетных средств, так же и за счет средств предприятий. На сегодняшний день в области уже привито порядка 40 тысяч человек. В общей сложности планируется привить порядка 560 тысяч. Олег Сентюров, Марина Ржала, Игорь Морищенко. Новости недели. Секрет успеха в спорте высоких достижений. Его знают в лаборатории олимпийских видов спорта Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Здесь убеждены, труды спортсменов и их тренеров, плюс научный подход и аналитика творят настоящие чудеса, помогая отыскать скрытые резервы. И пресловутая фармакология здесь ни при чем. В подтверждении готовы назвать десятки спортсменов и команд, причем не только местных, которые для улучшения результата обращались за помощью в лабораторию Гомельского университета. О выигрышной связке наука и спорт – наше большое воскресное интервью с доктором педагогических наук, профессором, руководителем лаборатории Геннадием Нарскиным. Геннадий Иванович, расскажите, как давно в Гомеле науку стали подключать к спорту высоких достижений? Что этому предшествовало? Порой тренеры практики считают, что мы там занимаемся конкретной работой тренерской, а вы наукой себе занимаетесь. Вот мой практический опыт работы, показ, 25-летний опыт работы, тренерской работы, показывает, что здесь истина лежит посередине. Значит, я сейчас, когда мы рассматриваем спортивную науку, я стараюсь все-таки смотреть на нее с позиции тренера. 25 лет за плечами тренерского стажа. Причем я работал не только на уровне многолетнего национальной команды Республики Беларусь, но и сборной команды Советского Союза со своими учениками. И я там наблюдал, как работает комплексная научная группа. В то время, а это в советское время, это в 80-е годы были, значит, комплексная научная группа всегда во главе группы стоял педагог. Там были врачи, психологи. Почему педагог? Потому что информация, которую дает комплексная научная группа, она прежде всего рассчитана на тренера и спортсмена. И получив большой, богатый материал, цифровой материал, тренеру и спортсмену порой иногда очень тяжело разобраться в хитросплетениях этих цифр. Я и своих коллег настраиваю на то, что наша информация прежде всего должна быть для тренера и спортсмена. Поэтому основные моменты в нашей работе, которые мы отличаемся от всех, не только в Беларуси, но и, как нам говорят, на постсоветском пространстве, есть три направления, в которых мы работаем во время обследования. Первое – это собрать большой аналитический цифровой материал. После этого мы делаем анализ этого материала. И только после этого мы садимся с тренером и спортсменом и все эти цифры переводим в объем и интенсивность тренировочной работы. Потому что сегодня мы убеждены, и я глубоко убежден, что можно без оголтелой фармакологической составляющей готовить чемпионов мира Европы Олимпийских игр. Тем более фармакология сегодня запрещенная препарат, и вы знаете, она уголовно наказуема. Что может свидетельствовать об эффективной работе лаборатории Олимпийских видов спорта, которая была создана в Гомельском университете имени Франциска Скорина? Об эффективности нашей работы, прежде всего, свидетельствуют результаты спортсменов, которые они показывают. Начиная с 2002 года с Владимиром Владимировичем Шантаровичем мы начали плотно работать. Это были первые наши Олимпийские игры 2004 года, где наши ребята Петрушенко и Махнев взяли бронзовые награды. Затем была очень плотная работа, аналитическая работа с цифрами, с планами тренировочными. Когда мы готовились к Олимпийским играм 2008 года, где мы взяли золотые Олимпийские медали, в четверке были наши бронзы. Затем мы готовились к гребле. Я хочу сказать, что очень многие виды, которые к нам обратились, это и плавание, например, можно всем известные фамилии, это Евгений Цуркин, которому помогли из бесперспективного спортсмена стать грантом советского плавания. Мы очень плотно работали с Александрой Герасименей в то время, когда она в Лондоне на Олимпийских играх взяла две серебряных награды. Что говорит, сегодня осуществляются услуги на экспорт. Это тоже знак качества для лаборатории? Работа на экс, в смысле, я и перед собой, и перед ребятами всегда ставлю задачу. Мы работаем, наш итог – это Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. У нас в лаборатории специальная выставка сделана, где фотографии с дарственной подписью спортсменов, с которыми мы плотно работали. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, это многие говорят, что мы заслугу основную нет, мы помогаем тренеру и спортсмену. И я, если шла дискуссия на эту тему, когда мне уже стали говорить, что сейчас одно время, что в спорте главный врач и так далее, я всегда говорил и буду утверждать, что в спорте главных два человека – это тренер и спортсмен. Все остальные – наука, врачи, массажисты, чиновники – мы должны помочь им сделать результат. Мы для тренера и спортсмена устанавливаем дорожные знаки. Говорят, легко ехать по дороге, где установлены дорожные знаки, но по ней идут тренер и спортсмен. Поэтому, если сегодня говорить и конкретно о нашей работе, то слагаемые спортивные результаты их очень много. Техническая, тактическая, морально-волевая, психологическая и так далее. Но мы обратили внимание на то, что если спортсмен функционально и физически не готов, значит, он тогда, у него ломаются все другие виды подготовки. Поэтому акцент мы сделали на эту работу. У нас есть четыре системы организма. Это, прежде всего, сердечно-сосудистая, дыхательная, мышечная и нервная системы. Вот мы взяли под контроль все четыре системы и цифры, которые во время тестирования мы получаем в этих системах. И по этим цифрам видно, в каком направлении двигаются спортсмен и тренер. Вспоминая того же Владимира Владимировича Шантаровича, а мне как-то его жена говорила, что «что вы сделали с моим мужем?» После первого большого обследования он собрал у нас все цифры. Он приехал домой, разбросал, говорит, по полу все эти бумажки. И говорит, ползает и что-то там все записывает, что вы сделали с моим мужем. Вот так должен работать тренер. Потому что сегодня основная все-таки проблема – это аналитическая работа тренера. И сегодня во многих видах спорта, я сейчас могу говорить о игровых видах спорта, где мы сталкиваемся с проблемами, всегда говоря, что «вот вам легко в индивидуальных видах спорта готовить олимпийских чемпионов, попробуйте вы в команде». В команде я всегда говорю, изучив этот опыт, и опыт Батея, и опыт Шахтера Солигорского, мы говорим, что есть индивидуальная работа, да, есть общая технико-тактическая подготовка, но есть индивидуальная работа. Наиболее яркий пример – это Михаил Гордечук. Мы работаем с Батея, всегда ребятам оставляем свой телефон, если есть проблемы, звоните. Вот Михаил Гордечук в 2017 году, когда он стал лучшим футболистом Белоруссии, он позвонил где-то в конце мая месяца и сказал, что его уже как-то колбасит. Я говорю, Мишенька, приезжай. Он приехал, мы сняли показатели, мы указали на его отстающие моменты, где ему надо добрать, что надо убрать. И он стал работать в этом направлении, в тот год он стал лучшим спортсменом Белоруссии, футболистом Белоруссии. Та же ситуация, к нам ночью многие спортсмены приезжают по игровым видам спорта. Только индивидуальная работа может помочь нашим игровым видам спорта остаться на уровне. И мы об этом говорим, и тренеры, и спортсмены. Геннадий Иванович, спасибо за интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают хранители культурных ценностей, духовного наследия и национальных традиций нашего народа. День работников культуры в Беларуси отмечает около 70 тысяч человек. Чествование самых ярких представителей этой сферы накануне прошли во всех регионах страны. К поздравлениям присоединилась Анна Корольчук. Их миссия – сохранить и приумножить культурные ценности беларусов. Сотрудники музейной, театральной, киносферы, музыканты, артисты, художники, работники клубов и учреждения образования сферы культуры, лучших представителей профессии со всей области, сегодня пригласили во дворец, чтобы поздравить и сказать спасибо за их благородный труд. В Гомельской области в сфере культуры работает около 9 тысяч человек. Только в этом году они поставили более 20 премьерных спектаклей, провели 250 концертных программ, свыше полутора тысяч театрально-зрелищных мероприятий и организовали около двух тысяч выставок. За плодотворную работу 24 работника получили почетные грамоты и благодарности. Торжества продолжились в городском центре культуры, где прошел праздничный концерт в честь гомельских деятелей искусства. Руководство города и области, депутаты и актив профсоюзов наградили почетными грамотами и благодарностями 37 работников сферы культуры Гомеля и шесть творческих коллективов. С гастролями в Гомель приехал Белорусский государственный театр «Кукол». Столичные гости привезли два спектакля для детей и взрослых зрителей. Горькая комедия «Пансион Бельведер» была признана критиками одной из лучших белорусских постановок 2017 года. Главные герои – пожилые люди, обитатели пансиона. Они проводят дни согласно расписанию, однако постоянно попадают в комические и трагические ситуации. История рассказана актерами без слов. Маленьких зрителей ждала сказка о таинственной гиппопотам. Кстати, гомельский коллектив театра «Кукол» выступал с обменными гастролями на минской сцене. Молодежный театр также принимал гостей. С гастролями в Гомель приехал Кишиневский молодежный драмтеатр с улицы Рос имени Юрия Хармелина. Он был основан в 1978 году и с тех пор его репертуар пополнило более 200 постановок. Для детей гости из Молдовы подготовили яркую добрую сказку «Не ежик» по пьесе Анны Богачевой. Взрослым коллектив представил моноспектакль «Цветы для Элджернона» по одноименному роману американского писателя Дэни Лакиза, а также пластическую драму об Эдит Пиаф «Падам-падам». Пусть всегда будет завтра. В библиотеке имени Герцена открылась выставка фотокорреспондента белорусского телеграфного агентства Сергея Холодилина, посвященная его 60-летию. Мастер репортажной фотографии интересуется социальными темами, снимает людей, их быт и работу. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова